Вместо школьной скамьи больничная койка. Так началось утро семьи Каштанкиных. Роковой звонок весной 2021 года изменил жизнь родителей на до и после. 12-летняя Лера спешила на уроки. Переходя дорогу по пешеходному переходу, ее сбила машина. Водитель превысил скорость и из-за припаркованной у зебры машины не увидела ребенка. Затормозить, конечно же, не успел. Леру без сознания доставили в детскую областную больницу. От тяжелых травм головного мозга, множественных переломов и ушибов ребенок скончался в больнице в январе 2022 года. Изначально уголовное дело было направлено в суд по части 1 статьи 214 УК РФ, то есть это за причинение тяжкого рода здоровья лицом управляющим автомобилем правил дорожного движения. До рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции потерпевшего, к сожалению, скончалось и уголовное дело было возвращено для предъявления наиболее тяжкого обвинения. И уже в последующем, при повторном рассмотрении, соответственно, в суд направили дело по части 3-й 204 УК РФ. Правонарушитель в суде свою вину признавать отказался, но и не оспаривал факт наезда на пешехода, повлекший за собой смерть. Суд признал водителя виновным и вынес приговор. Два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении и лишения водительских прав на два года. Также пострадавшей семье лихач должен выплатить моральную компенсацию в полтора миллиона рублей.